Всем привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Я сегодня буду делать для вас очередной расклад, очередную серию нашего сериала на традиционную тему, что происходит в его жизни прямо сейчас. Мои подписчики знают и любят этот расклад и ждут его ежедневно, я знаю это точно. Что в этом раскладе мы посмотрим? Это экспресс-расклад на несколько позиций для того, чтобы в принципе понять, какие энергии сейчас окружают вашего партнера, что меняется возможно в его жизни, какие он чувства сегодня к вам испытывает, какие мысли имеет о вас, что его волнует, возможно что-то скрывает, что для вас важно знать. Посмотрим его ближайшие вероятные возможные действия, ну и также возьмем обязательно рекомендацию для вас, как вам лучше себя вести сейчас с этим человеком с точки зрения карт Таро. Это все только лишь рекомендации, сразу обращаю ваше внимание на это. Какие-то делать выводы, совершать поступки, принимать решения, это прерогатива полностью вашего, никто не может навязать своего мнения. Итак, сосредоточьтесь на вашем партнере, пожалуйста, я же пока подготавливаю колоду, напоминаю, что по вопросам обучения обращаться нужно на WhatsApp. На данный момент я принимаю заявки только на WhatsApp, большими буквами пишите, пожалуйста, обучение, я свяжусь с вами и расскажу вам о моем обучающем курсе. Благодарю вас за ваши лайки, как всегда, каждый расклад это говорю и буду говорить и благодарить за вашу теплую энергетику, за прекрасные комментарии и, конечно, за ваши донаты, которыми вы балуете меня ежедневно. Огромное вам спасибо и дай бог вам от вселенной в миллион раз больше. Спасибо вам, мои дорогие. Итак, я надеюсь, вы уже определились, на кого будете смотреть этот расклад и визуализировали вашего партнера. И мы сейчас будем начинать. Так, дно колоды, колесо фортуны. Так и хочется сказать, все меняется, все крутится, вертится, нет ничего постоянного в жизни и сейчас ваш мужчина в какую-то тоже мог попасть. Круговерть жизненных каких-то событий, перемен. Что-то меняется в его жизни. Причем изменения эти, либо это происходит прямо сейчас, потому что мы смотрим период вчера, сегодня, завтра и, может быть, еще какие-то небольшие временные промежутки, да и после. Так вот, либо уже это колесо фортуны закрутилось в его жизни, либо оно вот-вот закрутится в ближайшее время. Но перемены его ждут здесь абсолютно однозначно по этому аркану, потому что это кармический аркан, очень сильный. И, в общем-то, конечно, это аркан, который говорит о том, что шансы какие-то судьба ему будет сейчас предлагать, увидит он их или нет, распознает или нет. Здесь, конечно, большой вопрос. Но то, что судьба будет ему давать какие-то очень важные шансы на перемены, это однозначно. Ну, а вообще этот аркан говорит о том, что, в принципе, перемены идут в его жизнь. Либо уже они происходят вовсю полным ходом, либо вот-вот начнутся. А какие энергии окружают вашего мужчину сейчас? Еще и аркан колесница, смотрите, пошел у нас сразу, да? И тут же с повешенным. Что происходит в его жизни, давайте посмотрим. Здесь у нас, конечно, погоня за золотым руно вообще никак не прекращается. Она как была, так у него и есть, у этого человека. Сохраняется некая неустойчивость в плане денег. Несколько предыдущих раскладов, да вообще многие из раскладов показывали то, что у кого-то из ваших партнеров прям есть реально проблемы какие-то с деньгами, а у кого-то, в принципе, какая-то неустойчивость есть в финансовом плане. Даже если все кажется хорошо, все нормально, все равно есть какие-то моменты, есть какие-то аспекты, которые его не удовлетворяют. И он пытается эти моменты решить, разрешить каким-то образом. Не всегда по-настоящему честно, не всегда с точки зрения традиционной морали правильно. Где-то применяет манипуляции, где-то применяет какие-то, может быть, даже запрещенные меры. Ну, я имею в виду хитрость какую-то. Манипуляция. Не хочу говорить махинации, но у кого-то, у кого-то из вас может быть так, что ваш человек может быть тоже втянут бы в какие-то такие вот вещи, схемы не очень хорошие. Либо сам, в принципе, проявлять какую-то изворотливость в этом плане. В общем, здесь по-разному. Расклад общий, смотрит огромное количество людей. Его смысл один. Здесь человек стремится к переменам именно в своей материальной сфере. Ему очень хочется этих перемен. Кому-то из ваших партнеров предстоит поездка, либо он ее планирует, и он ее хочет, она необходима для него. Поездка, кстати, может быть как с материальной точки зрения, с материальными целями, так и с целями любовными. Может быть, он к вам намечает какую-то поездку, и она срывается. Либо он хочет ее, но она не получается по каким-то причинам. Либо он сам, допустим, не действует все-таки, или какие-то обстоятельства ему не позволяют действовать. То есть здесь, смотрите, по двойке Пентакли могу вам сказать, что четко два направления. Первое – это любовная сфера, в которой у нас рядом аркан повешенный вышел. То есть развития в этом плане, к сожалению, сейчас активного я не вижу. Если речь идет о какой-то поездке, то значит, соответственно, и поездка, пока у нас по аркану повешенный. И здесь разговор идет о материальной сфере, где он проявляет какие-то качества по семерке мечей. Манипулятивные, хитрецу, ну вот что-то такое, чтобы выбраться. Если не из-за труднительной финансовой ситуации, здесь не обязательно проблемы финансовые, а вот какая-то неустойчивость, какой-то баланс ему здесь нужно найти. Вот такие энергии сейчас окружают сегодня, вчера, сегодня, завтра. Такие энергии окружают вашего партнера. Ну что ж, давайте дальше смотреть вообще, какие мысли о вас, думает ли здесь мужчина о вас. Если думает, то как, какие это мысли, аркан маг. Он вообще не устал здесь вами так жестко, не прикрыто, в чем-то даже, знаете, влюбленные. В чем-то даже, такое слово скажу, но, извините, если будет жестко, но что вижу, то вижу, да. Маг, пятерка мечей. В чем-то даже подло иногда манипулировать вами. Может быть громкое слово как-нибудь смягчить бы его, но что-то мне не приходит ничего. На ум жестко, холодно как-то манипулировать вами, при всем при этом имея к вам чувства. Здесь аркан влюбленное вышел, но мысли о вас, маг, пятерка мечей. Здесь мужчина использует в сторону вас какие-то манипулятивные тактики, техники. Здесь есть такой момент, потому что, ну, по аркану пятерка мечей, он, конечно, в этой колоде не такой жесткий, как в других колодах, в частности, классических колодах Таро. Но, тем не менее, посмотрите на этот аркан. Бабочка, да, и в нее направлены пять мечей. Мечей, вроде так все красивенькое, небо такое светленькое с белыми облаками, здесь какие-то эльфики летают, стрекозочки, да. Но, но все пять мечей направлены в цель, вот в эту самую бабочку. То есть его манипулятивные техники, его манипуляции, они направлены четко в вас. То есть он попадает, в принципе, в цель тем, что он делает. Тоже подумайте над этим, если мужчина как-то, как-то себя проявляет странно, как-то ведет себя не совсем, да, адекватно, возможно, либо вам кажется, что он разбивает вам сердце, либо, наоборот, вам кажется, что он вас очень-очень любит, а завтра вдруг он стал холодным там или еще что-то. Манипуляции, манипуляции, у нас не первый раз это выходит в раскладах. К сожалению, это так. И сказать, что он это делает сейчас, ну, какие-то манипуляции в сторону вас. Он это делает неосознанно, я не могу, потому что здесь явно какой-то расчет есть. То есть какая-то продуманная тактика есть. Но здесь мужчина думает о вас с чувствами, здесь мужчина думает по аркану влюбленное. Несмотря на его вот эту, как бы так правильнее сказать, сущность его, да, природу, здесь выходит аркан влюбленное. Здесь человек думает о вас светло, здесь человек думает о вас с любовью. Аркан влюбленное, посмотрите, какая красивая девушка, ангел, венчает здесь двух людей, мужчину и женщину, которые вот-вот сольются в поцелуи в райском саду, красота какая. Вот это его мысли о вас. Конечно, кто-то, если вдруг между вами произошла какая-то неприятная ситуация, здесь мужчина именно об этой ситуации может думать. И думать о том, как бы ее разрешить, как бы красиво, так сказать, да, здесь выглядеть. При всей сложности все-таки как-то достойно из этой ситуации выйти. Здесь у него тоже такие могут быть мысли. У кого-то из вас мужчина может на вас быть обижен. У кого-то из вас мужчина может считать себя вот этой самой бабочкой, в которого направлены ваши мечи. Здесь тоже такой момент может быть. Давайте посмотрим чувства вашего мужчины к вам на сегодняшний момент. Что сегодня он думает о вас, да, в чувствах. Вернее, не думает, а как он, как сегодня его чувства к вам проявляются. Вот так. Ну, девочки, он тут почему-то в каких-то расстроенных чувствах весь. Он пытается уйти в работу, в будни какие-то. Да, здесь мужчина старается мысли о вас убирать куда-то в сторону. Есть момент кризисный. Есть момент по пятерке кубков какой-то печали, какого-то разочарования. Что-то по пятерке кубков между вами не так. А если между вами прям все вау, прекрасно, шикарно сейчас, да, то, ну, либо это не вся информация тогда для вас в раскладе, потому что расклад общий. Понимаете, да, что резонировать может далеко не все. Но мне показывает пятерку кубков. То есть между вами эмоционально кризисный момент какой-то точно есть здесь. И он у него вышел в чувства. Здесь, конечно, чувства у мужчины к вам есть. Но он старается углубиться в работу, заняться какими-то там рабочими материальными вещами, какими-то переписками, какими-то общением для того, чтобы просто не находиться в этом аркане. Не углубляться в него, в аркан. Пять кубков. Понял, что, наверное, нужно как-то отвлечься именно в работу. Именно в работу он ушел. Но он ждет известий от вас. И здесь, в принципе, у мужчины есть яркая такая страсть в отношении к вам. Влюбленный здесь есть однозначно. Аркан влюбленный вышел. Арканы здесь такие тоже вышли, которые говорят о том, что мужчина здесь. Если вы, допустим, расстались, то как и раньше нам показывали, так и сейчас точку он здесь ставить не собирается. Он перспективы здесь видит. Но почему-то сейчас, именно в этот период, он старается отвлечься от каких-то тяжелых мыслей. И эти мысли, кстати, относительно вас. Потому что это же вышло в позицию чувств к вам. Так что чувства нам показали сегодня вот такие. Противоречивые, да? И по аркану влюбленные, по аркану пятерка кубков. Что-то между вами есть. У кого-то вообще конкретный кризис. А у кого-то какие-то вот такие есть звоночки. Сложные в ваших отношениях. Что скрывает мужчина сегодня от вас? Что именно? Если вы из этих отношений ушли, то мужчина скрывает от вас то, что у него... Он без вас просто... Такое впечатление тоже сильно будет сказано. Тем не менее, он просто умирает без вас. Настолько ему без вас плохо. Настолько он себя чувствует одиноким, покинутым. Каким-то потерянным. Это в том случае, если вы с ним расстались. То есть, либо, либо он в принципе думает о том, что если вы уйдете из этих отношений. Либо ушли, либо уйдете из этих отношений. Вот вы девушка, которая отворачивается и уходит дальше в свое будущее. Он скрывает то, что если это произойдет, либо произошло, либо вот произойдет когда-то в вашей жизни. Это будет удар для него. Без вас ему в этом мире холодно. Без вашей страсти, без вашей сексуальности, без вашей харизмы, без вашей силы. Этому человеку вообще сложно даже представить такую ситуацию, что он навсегда останется без вас. Он понимает, что если это случится, то аркан смерть. Ну, это для него практически будет равно тому, что эмоционально здесь вот какое-то будет. Ну, конечно, потом он возродится, трансформируется. Куда деваться по аркану смерть все равно придется трансформироваться. Но сейчас у него вот такие мысли, почему-то он переживает сложный момент здесь по этим арканам, которые мы увидели. И думает именно об этом, что вот вы по аркану сила. Так его к вам сильно тянет, к этого человека. Вас наверняка тоже к нему все равно здесь тянет. Так вот, основная мысль, что если здесь случилось расставание, ваш уход либо случится, человек просто впадет в аркан-отшельник. И еще он скрывает от вас, что в принципе, если вы не додаете ему энергию, если вы закрылись ей, во многих случаях это правильно. Допустим, когда вы с мужчиной расстались, вы не можете пережить этот момент. Вы начинаете делать глупости, звонить ему, уговаривать его. Кто-то начинает ругать, выяснять отношения. А лучшая тактика просто закончить действительно эти отношения, ничего не доказывая, ничего не выясняя, закрыть эту страницу. И только в этом случае очень достойно, с чувством собственного достоинства, спокойно, спокойно. И только на, так сказать, той площадке, где ничего больше нет, все, вы закрыли страницу, пепел встряхнули, и только на этом новом месте можно будет построить что-то новое. Даже с этим партнером. То есть закрыть эту страницу и дальше уже отстраивать что-то новое, либо с ним, либо идти в новый путь. Так вот этот мужчина вам хочет сказать, скрывает, но у него прям есть желание вам об этом сказать, что без вас здесь сплошной холод, одиночество. И даже если вы эмоциональны, даже если вы что-то как-то на него, вернее, даже правильнее, наверное, ушат эмоции на него периодически, изливаете, это все равно ему нужно. Это все равно ему необходимо. Потому что ваша энергия, ваша харизма очень-очень нужна этому мужчине. Но вот так здесь идет. Давайте спросим, что его волнует вообще сегодня, в этот период времени, что его волнует помимо вас, если что-то, что его волнует помимо вас. Какие у него там тревоги, сомнения, переживания, о чем волнуется, о чем переживает. Король Пентакли. Ну куда нам без него, да? О своем материальном положении, о своей устойчивости материальной. Если мужчина, допустим, у вас жена, то здесь и вопросы семьи, и материальных каких-то вещей, которые его связывают с семьей. Если это ваш муж, то тоже его, именно какие-то материальные вопросы волнуют вашей семьи, значит. Но вообще здесь в первую очередь он любимый. Здесь не факт, что он у вас принадлежит к земному знаку. Принадлежит прекрасно, значит, 100% ваш расклад. Если нет, то здесь просто такова информация, что мужчина здесь думает о материальных вещах, о материальной стабильности, об укреплении. Его волнуют именно эти вопросы материальные. Но ничего удивительного, мы здесь это и увидели. Нам, в принципе, показали. Он даже, когда думает о вас, и чувства какие-то у него начинают подниматься в его душе, волновать его, он углубляется в работу. Опять-таки такова не Пентакли. Но здесь такой мужчина. Давайте теперь спросим, каких можно ожидать вероятных действий с его стороны. Повторяюсь еще и еще раз, что это только как один из вариантов вероятных действий. Ситуация меняется, и вы можете в том числе на ситуацию воздействовать. Поэтому мы не будущее предсказываем, а смотрим, к чему это идет. Вероятные действия в сторону вас, этого мужчины. Шестерка Пентакли. Но вы знаете, вы мало того, что мужчине нужны здесь. Он испытывает в вас потребность. Тут мужчина должен какие-то совершить в вашу сторону действия. По крайней мере, он это четко понимает. Что вы даете ему что-то очень важное. Вы вообще в его жизни, как меценат, щедрая душа, щедрый такой человек, который дарит ему эмоции, любовь. Кто-то здесь и материально вкладывается. Посмотрите, это аркан мецената. Вот он сюда денежки сыплет. Кстати, детки нарисованы. Если у вас есть дети с ним совместные, то нам, значит, их и показывают. Если детей нет, то вам просто показывают, что вы, как вот этот щедрый человек, даете ему что-то. Так вот, сейчас у него, по сути, есть желание вам дать что-то в ответ. И здесь вполне возможно, что его действия какие-то будут связаны именно с этим. Так, и давайте еще одну позицию. Да, вы меня просите спросить, если у этого мужчины есть отдельный от вас дом, что там происходит сегодня в этом доме? Давайте посмотрим. Если есть дом отдельный от вас, что там происходит в доме? Какие-то перемены у него в доме, в его, какие-то перемены. Если он, допустим, живет один, вполне возможно, что он, потому что, смотрите, один нарисован в лодке человек. Здесь больше никого нет. Может быть, ему предстоит поездка, вашему мужчине. Он об этом думает, может быть, готовится к поездке. У кого-то отыграется так, что, в принципе, перемены какие-то. Кстати, колесо фортуны у нас было на дне колоды. Не зря у него происходят какие-то перемены. То есть, это не стоячее сегодня болото, там что-то происходит. Если же речь идет о мужчине женатом, допустим, да, то здесь действительно он тоже может думать о какой-то поездке. Но сказать совместное, может быть, у кого-то и совместное. Но человек один в лодке нам почему-то показывает одного человека. У кого-то из ваших партнеров есть желание просто из этого дома укатить куда-то. Видите, человек садится в лодку один, никого с собой не берет в лодку и просто отплывает к другим берегам. Так что здесь несколько направлений информации. Перемены однозначно какие-то есть. Но здесь и есть желание человека уйти от этих будней, куда-то вообще просто, в принципе, отплыть. Такое впечатление, как будто уехать из дома, куда-то отплыть. У кого-то буквально будет, что человек действительно в поездку отправится, а у кого-то это чисто эмоционально. Ваше правильное поведение с этим мужчиной сейчас, как видят карты Таро, ваше верное поведение, мудрое. Арканглупец, шут. А знаете, если у вас какие-то есть с ним сложности, а они есть, нам показывают, что есть, вам надо проще отнестись к этому. Вам нужно не делать трагедию из того, что происходит. Вам прям вот как-то легче нужно отнестись к человеку. Да, очень важно проделать определенные психологические практики, настрои позитивные. Вам нужно понимать, что у вас в любом случае новый путь есть. У вас в любом случае прекрасные впереди перспективы в вашей жизни. Вам нужно отпустить обиды, вам нужно отпустить какие-то сложные моменты, которые у вас с этим человеком были в жизни. Проще взглянуть на ситуацию. Кому-то даже просто перестать драматизировать. Потому что во многом, да, нам могут причинять боль, могут быть очень сложные моменты взаимоотношений с человеком. Но очень часто мы себя еще больше накручиваем. Когда нужно отпустить, обидели, предали, допустим, поставили точку, отпустили и дальше правильно просто действовать. Либо, если вы хотите с этим человеком продолжение, значит тоже отпускаем все прошлое и начинаем с чистого листа. Легко, красиво, светло. В общем, вам идет вот такой совет по Аркану Шут. Вам нужно проще, как-то легче отнестись вообще ко всему, что происходит между вами с ним. Понимаю, что легко сказать, да сложно сделать. На самом деле все возможно. Все можно сделать. Смотрите, у нас еще и вышла тройка жезлов на дне колоды сейчас в завершении расклада. Потому что тройка жезлов это новая перспектива. Смотрите в новой гавани. Смотрите в какие-то перспективы своей карьеры, своего социального продвижения. Каких-то очень важных вещей для вас личностного роста вашего. Вот. Поэтому, наверное, не зря такой у нас намек здесь идет. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели мой расклад до конца. Буду вам очень благодарна, как всегда, за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же вас всех очень люблю. Искренне желаю вам счастья, любви, гармонии, взаимопонимания. И всех-всех-всех вам благ, мои дорогие. Защиты и покровительства высших сил. Пока-пока. До завтра.